Сегодня глава Чувашии принял участие в расширенном заседании Государственного Совета России на повестке развития дорожной отрасли. С подробностями из Москвы мои коллеги. Регионы страны должны быть связанными качественными и безопасными дорогами. Это приоритетная задача национального проекта, реализация которого началась по инициативе президента России. Сегодня в Кремле Владимир Путин расставил приоритеты перед властями на местах. Пока, отметил президент, дорог высшего класса в регионах страны не так много, как хотелось бы. В ближайшие годы ситуация должна измениться кардинально. Так, доля трасс, отвечающих современным стандартам, увеличится до 50%. В приоритете модернизация участков, где чаще всего происходит ДТП. Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве, каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу. И не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года. Это даст возможность дорожным строителям планировать работу в долгую, загадя приобретать дорогостоящую технику, резервировать строительные материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии. Но дороги, конечно же, не главная проблема. Президент отметил, что региональным властям в ближайшее время необходимо навести порядок с нелегальными перевозчиками. По статистике, именно они чаще всего становятся виновниками аварий. Должны измениться правила отбора подрядчиков и налажен тотальный контроль заходом ремонта трасс. В программах создания новых дорог надо предусмотреть реализацию проектов на основе государственно-частного партнерства. Поддержать внедрение контрактов жизненного цикла. Мы об этом неоднократно уже говорили. Они должны получить самое широкое распространение. Заключаться на более длительную перспективу с исполнением работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту дорог. Очевидно, что это потребует изменений законодательной и нормативной базы. Особое внимание комплексам для фото- и видеофиксаций. Их должно быть больше и находиться они обязаны на участках дорог с самой высокой концентрацией ДТП. Штрафы здесь не самоцель. Главное – дисциплина и порядок. Для республики это также приоритетная задача, отметил Михаил Игнатьев. За последние годы, благодаря принятым мерам, аварийность в регионе снизилась на 39%. У нас гибель людей в дорожно-транспортных происшествиях и по прошлому году снижение, и за пять месяцев текущего года тоже снижение. Мы должны осознанно подходить, ответственно подходить, комплексно оценивать ситуации, принять дополнительные меры. Это очень важно. И касаясь работы с федеральным центром, с министерством транспорта и дорожного хозяйства, все в работе. Все эти мосты, которые у нас обозначены в реконструкции и модернизации, они тоже все в работе. Фронт работ обозначен. В плане на этот год капремонт более 200 километров в муниципалитетах Чебоксарской агломерации. Глава региона отметил, что на первый план выходит качество работ. Все те запросы, которые есть от наших жителей, мы поэтапно, пошагово расписываем. Плюс синхронизируем с учетом реконструкции федеральных трасс свои оригинальные дороги на выход к федеральным трассам. Плюс муниципальные дороги, плюс благоустройство дворовых территорий, поддержных путей и ряд других направлений. Конец июня. Для большинства регионов горячая пора начала ремонта магистралей. В Дорожном фонде республики на эти цели заложено более 5 миллиардов рублей. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Москвы. Продолжение следует...